Настроение хорошее, рабочее настроение. Я, скорее всего, хотел поздравить жителей нашего города, петербургцев, за их активное участие в выборной компании. Потому что они все пришли на сегодняшний день. И мы сделали свой выбор, но и будущего. И мы будем губернаторами местного самоуправления. Хочу еще раз порадоваться, что наш город еще раз подтвердил, что он является городом претербургной столицы и открытым городом. Потому что практически выборы прошли без каких явных нарушений. Всего по губернаторскому выбору было всего 6 заявлений, которые сегодня рассматриваются. Я благодарен своим коллегам, которые принимают участие в выборах губернатора. Хочу сказать, что, знаете, нам удалось все-таки не устраивать какое-то шум. Если вы обратите внимание, мы ведь не критиковали друг друга. Мы представляли свои программы. Я хочу сказать, что программы все кандидаты, они достойные. И будущему губернатору нужно учитывать те разработки и те предложения, которые были разработаны соответствующими кандидатами. Нам это удалось, нам это получилось. И я считаю, что город справился с самой главной, со своей задачей. Он еще раз подтвердил, что это культурная открытая столица. Настроение хорошее? Есть ли? Я хочу сказать, что это не мои соперники, а я бы назвал их коллегами. Еще раз хочу сказать, что мы очень корректно себя вели в отношении друг к другу. Не позволили разыграть какое-то шоу. Не было грязи. Мы давно друг друга знаем. Больше на них 20 лет каждый. И мы соревновались не друг с другом, а мы представляли программу. Каждый представил свою программу. И программа хорошая, а мои коллеги уважаемые, люди, которых знают в нашем городе, относятся к ним к большему уважению. И я к ним тоже отношусь к большему уважению. Но с завтрашнего дня все равно я продолжаю работать, потому что, чтобы губернатор вступил в должность соответствующего саму через 10 дней, поэтому нужно работать независимо ни от чего. И мы продолжаем работать. Первое – это текущая работа. Текущая работа, она очень важная. Но прежде всего у нас хорошая погода стоит там на Санкт-Петербурге. И нужно успеть сделать все то, что мы наметим. Но, конечно, всего это дубностройство баллов, парков, садов. Это ремонт дорог, строительство новых дорог и строительство многих других объектов. Это первое. Второе – безусловно, конечно, подготовка к зиме. Мы сейчас проводим инвентаризацию, носить планы подготовки котей, в первую очередь, к зиме. Это запас необходимых энергоресурсов, которые необходимы, проявляем энергостабжение нашего города. Мы, все остальные, инженерная коммуникация, готовимся к зиме. Но я хочу сказать, что у нас неплохо получилось. Мы выполняем, даже переполняем программу «Холодный чердак», для того, чтобы не было сосудов на зиму и, соответственно, снег на крыше вовремя убирался. Мы работаем с увеличением техники. И уже закупили 4-7, 1-й линию техники. И увеличиваем количество дворников. Третий вопрос для нас тоже очень важный. Это подготовка бюджета 2020 года. Сегодня мы готовимся к нулевому чтению. Будет работа совместно с комитетами, с комиссиями законодательного собрания, депутатами как законодательного собрания, так и депутатами местного управления. Мы получили более 400 тысяч предложений от жителей нашего города по программе «Родный район. Твой бюджет», который мы обязательно учитываем в бюджете на 2020 год. Это вот такая текущая работа, на которой просто необходимо ежедневно работать, чтобы разрешить.